этот неприметный мужчина на видео рядом с владимиром путиным александр колпаков управляющий делами президента он появляется на официальных мероприятиях но держится поодаль и старается не привлекать к себе лишнего внимания а вот он же с размахом празднует свой день рождения вместе с бизнесменами певцами главой крыма сергеем аксёновым и георгием шевкуновым как на самом деле живет завхоз путина и официальный ключник кремля расследование про главу управления делами президента александра колпакова это не просто история про очередного права вашегося чиновника колпаков управляет всеми официальными делами владимира путина начиная с закупки вилок для путина что так и управлением его резиденциями как государственными так и его частными коррупционными но вы знаете водители иногда отвозят детей в школу детей начальника ну то есть решает какие-то личные обделишки так и колпаков по службе помогает путину и помогает прятать его богатство ну и вот и такой человек и о себе не забывает он тоже сколотил миллиардное состояние александру колпакову 55 лет и всю свою жизнь он провел на службе государства сразу после армии пошел служить в управление правительственной охраной кгб ссср так он и начал свою карьеру завхоза потом колпаков перешел в ссо где стал отвечать за строительство и управление президентскими резиденциями а в 2014 году его назначили руководителем управления делами президента как следует из его официальных декларации о доходах с 2014 по 2018 годы он заработал 152 миллиона рублей а его супруга еще 265 и 6 миллионов рублей за 2021 год колпаков вместе с женой заработали еще 58 миллионов рублей высокие заработки жены колпакова также связаны с обслуживанием резиденции путина например знаменитым дворцом путина под геленджиком управляла учрежденной и на колпаковой компания инвестстрой сам колпаков также был учредителем акционерного общества аргумент на которой записали путинскую яхту graceful впоследствии собственником фирмы стал геннадий тимченко колпаков человек не бедный но на свои официальные доходы он никак не смог бы вести тайную жизнь олигарха однако инсайдер обнаружил имущество главного ключника кремля стоимость которого только по самым скромным подсчетам превышает миллиард рублей есть такой телеграм-канал черное зеркало специализирующиеся на взломе электронных почт и они выкладывают результаты своей работы недавно опубликовали результат взлома почты связанные с александром колпаковым в частности там речь шла о его тести юрия сидорове они нашли документы согласно которым сидоров арендовал государственные участки земли в районе браудерсо и было понятно что за всем этим стоит сам колпаков возникла гипотеза что раз какие-то участки имени колпакова арендует его тесть то возможно что то еще на тесте записано из коррупционного имущества колпакова гипотеза подтвердилась мы нашли многочисленные объекты недвижимости записанные на сидорова как и другие высокопоставленные чиновники свое имущество путинский завхоз на себя не записывает держателем его активов выступает его 85-летний тесть юрий александрович сидоров так очень пожилому мужчине принадлежит целый автопарк который включает два мотоцикла harley-дэвидсон кабриолет mercedes-benz 52 года выпуска советский лимузин zil 111 а на таком автомобиле ездил никита хрущев а всего таких машин было выпущено 70 штук также на тесте записан и автомобиль range rover парковку которого оплачивает жена чиновника ирина и его сыновья но на этом имущество тесте не заканчивается согласно выпискам из росреестра мужчина в 2021 году приобрел 30 соток земли в коттеджном поселке заря на рублевке и сразу же построил огромный дом 875 квадратных метров сейчас земля и дом стоят не менее 200 миллионов рублей раньше этой землей владел итальянец чирило ланфранко личный архитектор путина буквально через дорогу от нового дома у тесте колпакова есть еще одна усадьба такого же размера и также стоимостью не менее 200 миллионов рублей именно в этот дом сын главы управ делами антон колпаков заказывает доставку еды сам антон между тем работает в промсвязь банки под руководством петра фродкова брата заместителя колпакова старшего в кремле павла фродкова кроме этого сидорову принадлежит две квартиры в москве 122 метровые апартаменты в жк империал и 53 метровая квартира на улице крылатские холмы которые стоят более 75 миллионов рублей ну и конечно владеет сидоров недвижимостью в краснодарском крае ему принадлежат два земельных участка и два дома в геленджике на берегу моря впрочем искупаться колпакову могут и в бассейне который виден со спутниковых снимков стоит этот дом на море еще 300 миллионов рублей в личной собственности у самого колпакова его супруги есть еще две квартиры в москве и два относительно небольших дома землей таким образом общая стоимость только найденных активов превышает 1 миллиард рублей ответ на вопрос откуда такие богатства могут опять дать те же самые фотографии из списке гостей с дня рождения колпакова среди приглашенных например оказались подрядчики управления делами президента например бизнесмен виталий смиренский чья фирма энтрейд поставляла видеооборудование и ремонтировала сигнализацию в кремлевском дворце комплексе рублево успенский и ведомственной аптеке еще один гость на вечеринке колпакова миллиардер муса бажаев именно он совместно с удп построил на 3 миллиарда рублей центр дом россии в палестине если на дне рождения чиновника гуляя бизнесмен который получает официальные государственные подряды от этого чиновника то в этом можно увидеть как минимум конфликт интересов как максимум можно расценивать это как взятку ведь наверняка он что-то подарил колпакова на его дне рождения и сегодня я хочу поблагодарить всех кто принимал участие в реализации данного проекта спасибо большое спасибо 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 спасибо